Добрый день! Компания ОМЗАП. К нам поступил в ремонт автомобиль Санта-Фе, который выпускался с 2012 по 2016 года. В данном случае автомобиль поступил с бензиновым двигателем G4KE. Достаточно проблемный двигатель, известный, много информации есть в интернете, куча всяких роликов, но далеко не все знают о всех проблемах, связанных с эксплуатацией автомобиля с данным бензиновым двигателем. Дизельные двигатели на данных автомобилях 2.2, они более надежные, у них достаточно мало каких-то таких проблем, которые в движении могут привести к какому-то дорогостоящему ремонту. В данном случае G4KE, двигатель, который сюрприз может преподнести в движении владелец автомобиля, счастливо едет из дома на дачу и внезапно у него случается беда. Стоимость ремонта очень высокая. В данном случае, к сожалению, это и произошло. Автомобиль в движении заглох. Владелица услышала посторонний звук, какой-то щелчок, после чего двигатель заглох. И как впоследствии нами уже было установлено, даже произошло возгорание подкапотного пространства, небольшое. К счастью, как бы автомобиль не загорелся, видимо, воздушным потоком, то есть, все это само погасло. Ну, такие случаи с возгоранием бывают у нас в ветках. Причину возгорания сейчас мы покажем на двигателе непосредственно. Да, я имею в виду, в следствии чего загорелось, это попадание масла. Попадание масла, да. Раскаленный коллектор. Вот мы, как видим, здесь все залито полностью моторной пространством. Все масло. Здесь на рулевой рейке даже подгорел пыльник вот с этой стороны, видно верхняя часть. Это он не порван, это он реально, ну, уже загорелся. Ой, он, кстати, стал каменным. Ну, температура, видимо, была очень высокая, да. Так, по двигателю. Из-за чего же это все случилось? В движении вследствие неисправности масляного насоса, всеми знаменитого с балансировочными валами, резкая внезапная потеря давления масла в двигателе. И вот, собственно, результат. Бинго здесь, да? Два из четырех. За автомобилем вообще не очень как-то следили так. Сразу видно. Техническое обслуживание, видимо, делали по минимуму, потому что корпус дифференциала вот у нас отсутствует. Никогда профилактика здесь не делалась. Все вот в ржавчине, видимо, с завода. Ни разу профилактику шлицового соединения не делали. И очень-очень рекомендуем. Раз в два года хотя бы. Дырочка сквозная. Нет. Вот здесь, смотри, у нас. Да, да, да. Получается, хороший шатун был надежный. Он блок разбил, можно сказать, напополам. А с той стороны будет видно? А, ну давай, ты сиди, я деду. Да, вот она дырка. Я знаю. Значит, смотрите, какие варианты есть решения данной проблемы. Самый бюджетный вариант – это приобретение бэушного двигателя. Наверное, где-то в районе 1150 можно найти какой-то подходящий вариант. Возможно, он будет даже в сборе с головкой блока цилиндров, с навесным оборудованием и так далее. Но, опять-таки, никак поддано мы и не узнаем состояние этого двигателя. Очень много компаний, вроде бы известных, да, мы прозваниваем, подбираем двигатель клиенту, говорим, значит, ребят, мы приедем с эндоскопом смотреть, нам нужно будет заглянуть в цилиндры. Люди уверяют, мотор новый, 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 все, прям 60-40 тысяч, только с Европы, там откуда-то пригнанный. Когда мы говорим, что мы из сервиса приедем с эндоскопом, сразу же говорят, ребят, ой, извините, не надо к нам приезжать. Соответственно, понятно, да, в каком состоянии эти двигатели продаются. Помимо всего этого, при вскрытии может оказаться, что там только блок цилиндров и будет живой, остальное все придется менять. Опять-таки, насос масляный, да, ставить без баланс-волок, ну и так далее. То есть, изначально, как бы, вариант самый бюджетный, но не факт, что на круг получится дешево и тем более качественно. Второй вариант – это приобретение у нас GMP-шного двигателя. У нас продаются новые двигатели без навесного оборудования, полностью комплектные от поддона двигателя до клапанной крышки. Вот. Стоимость их сейчас где-то порядка 160-165 тысяч рублей. Вот. Двигатели эти все есть в наличии во всех наших трех филиалах – Капотня, Алтуфио в Долгопрудном. Соответственно, на время установки, ну, уходит где-то порядка двух дней. Вот. Это вариант, на мой взгляд, самый оптимальный. Вот. Есть третий вариант, кто хочет, вот, чтобы все было оригинал-оригинал – это приобрести шортблок, но это самый небюджетный вариант. Потому что только нижняя часть без ГБЦ, только нижняя без ГБЦ, она обходится где-то порядка 270 тысяч рублей. Действительно, оригинальное все. Но при ремонте, когда мы будем скрывать, например, данный двигатель, мы не знаем, в каком состоянии еще головка блока цилиндров, соответственно, газораспределительный механизм, ну, клапана и так далее, да. То есть к этому шортблоку, который будет стоить в районе 300 тысяч рублей, ну, примерно, вот, еще, возможно, добавится головка блока цилиндров, ну, и все сопутствующее. Поэтому это самый бюджетный вариант, ну, небюджетный, то есть вариант. И, наверное, смысл в приобретении именно шортблока оригинального нету, потому что минимум в два раза дороже получится. Ну, вот как-то так, вот три варианта. Я добавлю к тому же, что это не так уж сложный двигатель, что можно было при производстве аналога допустить какие-то критические ошибки. Двигатель простой, уже производится давно, поэтому даже аналоги уже достаточно надежные сейчас. И нам добавить, что мы также можем переоборудовать сразу, да? Да, 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 конечно, установить насос от двухлитрового КД мотора, да, на котором не будет балансировочных валов. Ну, и, соответственно, уже в дальнейшем никаких проблем вот с этим резким потерям давления и вот этими вот вылазящими шатунами уже не будет. Продолжение истории с нашим двигателем, получившим, так сказать, пулевое ранение сквозное. Значит, разобрали верхнюю часть, демонтировали головку блока цилиндров. Два клапана у нас поршень все-таки догнал. Они чуточку деформировались, как видно, да, совсем немножко. Вот, грибочки теперь такие. По согласованию с клиентом было принято решение все-таки установить новый оригинальный шортблок. Клиент хочет долго очень эксплуатировать этот автомобиль и все-таки вот больше к качеству склоняется, чем к какой-то экономической целесообразности ремонта. Поэтому будем устанавливать оригинал. ГБЦ оставляем оригинал. Она подлежит ремонту. Будем менять направляющие двух клапанов. Остальные не пострадали, не было соприкосновения с поршневой частью. Вот, это все отремонтируем. И у заказчика будет, в принципе, полностью оригинальный двигатель. Маслонасос мы будем устанавливать от двухлитрового двигателя. КД без балансировочных волок, чтобы впоследствии, потом при эксплуатации данного двигателя, уже, собственно, вот таких вот повреждений никогда не было. Ресурсности у двухлитрового насоса, как мы знаем, у насоса двухлитрового двигателя, да, то есть, как мы знаем, она намного выше, чем у оригинального. Итак, подведем итог ремонта нашего автомобиля. Так, вы можете услышать, двигатель шепчет. Работает уже полдня, примерно прогретый. Звук около идеальный. ЖБЦ, напомню, осталась старая. Заменили мы только столбик, да, шортблок. Также были работы проведены по полному приводу. Помыть радиаторы. Обслужены тормоза впереди и сзади. Тоже замеряем дисков, колодок. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, как говорится, и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи. О, я мзап. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok